Всем привет, с вами Игорь Бакалов. Сегодня я расскажу о том, как выжать максимум при парсинге Яндекс.Вордстат. Но перед тем, как перейти к делу, небольшое отступление, почему это важно. Вордстат основной источник, из которого SEO-шники получают запросы, но он имеет один недостаток. Он не отдает все запросы сразу, в том плане, что имеется лимит на количество результатов. Яндекс.Вордстат может отдать только 2000 запросов по тому слову или по тому запросу, который вы у него спросите. Например, если спросить у Яндекса в Вордстате «Окна», то максимум, что можно получить, это первые 40 страниц. Очевидно, что это далеко не все. Соответственно, вот последний запрос, который можно видеть, это оборудование пластиковых окна. Количество показов по нему 1155. И очевидно, что в этом далеко не все. Что можно сделать? Самое простое решение, но оно далеко не самое эффективное, это взять, парсить все слова по запросу «Окна», а потом в несколько этапов распарсивать каждый запрос по отдельности. Но есть такая проблема, то, что парсить Вордстат достаточно проблематично в последнее время стало. Много капчей часто банят аккаунт, и даже не только аккаунт, часто банят IP-адрес. Поэтому я вот хочу показать несколько довольно эффективных примеров, как можно парсить глубже и при этом не распарсивать каждый отдельный запрос. Парсить будем в Киа-коллекторе. Чтобы эффективно парсить Яндекс.Вордстат, надо уметь пользоваться языком запросов. Что это значит на практике? Допустим, мы берем запрос «Окна» и исключаем из этого запроса все показы, где были слова «Окна» в точной форме. То есть это мы ставим минус, фиксируем слова «Форму» и пишем «Окна». Следующая популярность у нас слова «Форма» — «Окно». Соответственно, мы ее тоже так же берем и минусуем в точной форме. Еще одно «Окон». То же самое делаем. Таким прибором получаем все слова «Форма». Можно идти дальше, пока не закончатся совсем все формы слов. Вот, соответственно, здесь осталось совсем мало запросов. Ну, они, по сути, мусорные. Итак, вот есть основные слова «Формы». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Есть основные слова «Формы» в количестве девяти штук. Что, соответственно, делается дальше. В «Кейк коллекторе» создаем девять вкладок. Дальше копируем все эти слова «Формы» и идем на вкладку «Парсинга Яна в Сортстат». Здесь выбираем «Распределить по группам». Добавляем все вкладки и для каждой прописываем по одному ключевому слову. Вот, девять запросов. По сути, про одно и то же, но в разных фиксированных словах «Формы». Нажимаем «Начать сбор». Я специально не стал ограничивать регион Яндекс-Вордстата, потому что это в данном случае я все делаю для примера. И таким образом здесь будет больше запросов, чтобы можно было понять, в чем суть метода. В общем, ждем пока Яндекс-Вордстат спарсится, чтобы понять, что делать дальше. А пока он парсится, я переименую группы, чтобы были не один, два, три, четыре, пять, а чтобы было понятно, где какая словоформа находится. Итак, первая модерация сбора семантики завершена. Что можно увидеть на вкладках. То, что по словоформу «Окна», «Окно», «Окон» по-прежнему больше двух тысяч запросов. По остальным же количество запросов меньше. Это значит, что по ним мы собрали из Вордстата все, что было можно. Например, вот меньше всего вышло по форме «Окну». Если ее проверить по Вордстату, то можно увидеть, что здесь всего две страницы, и в принципе все они были собраны. Какой следующий шаг? Необходимо распарсить по отдельности каждую форму вот из этих оставшихся трех, следующим образом ограничивая количество слов в запросе. Например, если взять слово «Окна» и задать в кавычках вот такой запрос, то будут отпрыжены все запросы, которые есть в Вордстате, из двух слов. Аналогичного года можно сделать из трех слов, из четырех слов, из пяти слов. То есть схема, опять же, повторяется, как и в предыдущем случае. Для каждого из этих трех слов создается еще по одной вкладке. После того, как для каждой группы создана вкладка, опять же, отправляем свою вкладку и парсом для Янекс Вордстат. Точно так же распределить по группам. Все старые группы удаляем. Наверное, будет проще добавить все и удалить их нужно. Так, вот здесь я не вижу у себя пятого, потому что он, наверное, ниже. И точно так же запускаем парсом. Он будет добавлять ключевые запросы в каждую свою в отдельную группу. Итак, я преобразовал немного группы для большей наглядности, чтобы наблюдалась иерархия по количеству слов. Что мы имеем, когда закончился парсинг второй итерации? То, что двухсловные запросы, начинающиеся с окна и окон, выбраны полностью, а вот все остальные группы по-прежнему содержат по 2000 запросов. Это говорит о том, что имеются еще запросы. Какие могут быть дальнейшие действия? Текущая ситуация, вот каких-то особых хаков или фишек, чтобы их вытянуть, к сожалению, нет. Поэтому, по сути, есть два варианта. Первый вариант – это от перфекционистов, когда надо прям собрать все, что есть, ничего не упустить. Что в таком случае делать? Просто берете, объединяете все эти запросы в одну группу и распаршиваете каждый по отдельности. То есть, сколько тут выйдет, сказать сложно, если в одной этой вкладке только 10 тысяч, а, наверное, тысяч 20, а то и больше запросов придется распарсить. Это, конечно, очень долго и дорого. Какой есть второй вариант? Вот это все оставить как есть. Отталкиваться от того, что можно еще спарсить более уточненные запросы. Например, возьмем все тот же запрос «Окна». что по нему видно? То, что люди уточняют, какие им нужны окна. Например, пластиковые окна, окна ПВХ, деревянные, жалюзи и тому подобное. Можно выбрать наиболее интересные запросы и попытаться их распарсить по той же самой схеме. Вот я выбрал 6, как мне показалось, наиболее интересных и целевых в тематике окна. Какие типы запросов необходимо составить? Во-первых, это трехсловники, то есть окна с фиксированной словоформой, еще одно любое слово и обязательно слово пластиковое в любой форме. То же самое, но два любых слова, и то же самое, три любых слова. Теперь также вместо пластиковые заменяем на ПВХ, деревянные, жалюзи, рулонные и металлопластиковые. пластиковые. Это было по словоформе окна. Какие у нас там были словоформы? Окно и окон. То есть мы добавляем еще словоформы, меняем окна на окна. На окна. На окна. И окна меняем на окно. то есть у нас получилось еще 54 запроса для парсинга из WordStata. создадим отдельную вкладку. И точно так же с парсом WordStat, но уже только одну вкладку, а не в разные группы, как делалось ранее. Тем временем, пока парсится WordStat, за ненадобностью я объединю все вот эти группы в одну, то есть перенесу все ключевые слова на одну вкладку, чтобы сравнить результат. парсинг WordStat закончился и по 5 из 4 исходным запросам получилось 12 786 запросов. Я объединил все запросы, которые были собраны ранее в одну общую группу и туда уже сейчас перенесу запросы с дополнительной вкладки. перенос перенос закончился. Всего получилось 33198 запросов. дополнительную вкладку можно удалить за ненадобностью. По идее что делать дальше с этими запросами уже понятно. Их надо дальше чистить, пробивать на частотности. Единственное на что хотел обратить внимание насколько полно данное количество запросов охватывает семантику окон. Ради интереса сделал выкрызку из базы пустыхов по запросу окна окон и получилось около 800 тысяч ключевых запросов. Понятно, что в базе пустыхов очень много мусора, но тем не менее. При всем при этом количество 33 тысячи запросов все-таки все равно гораздо лучше чем 2 тысячи которые можно получить задавая просто запрос окна изначально вордстат. На этом на сегодня все. Надеюсь вам было полезно та информация которую я с вами поделился и вы будете использовать ее в своей практике. Подписывайтесь на мой ютуб канал читайте мой блог с вами был Юрий Бакалов Юрий Бакалов